Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайта никstudiedition.ru И сегодня я расскажу вам, как создавать графические подписи в музыкальных клипах Такие, которые мы видим, например, на музыкальных каналах, когда идут всякие видео И идут примерно вот такие подписи, либо какой-нибудь лифт-чат Всем привет, я из Волгограда, ну или там что-нибудь такое И сегодня я покажу, как сделать примерно вот такой вот стиль И стиль игроманский, игроманий скорее Таким, который я запомнил, когда еще когда-то смотрел ролики, наверное, с игроманией Ну, по-моему, он выглядел вот так Я сделал это по памяти, вроде выглядит неплохо Итак, первый я покажу, как сделать Второй я просто расскажу, как я создал ее, потому что это займет очень много времени В любом случае, на моем сайте вы можете скачать файл проект и посмотреть превью Там, кстати, есть эти два проекта Ну и плюс те необходимые материалы, которые вам понадобятся Создаем новую композицию, четырехсекундную Теперь будем делать основной фон вылета вот этой штуки, вот этого фона На нем будет текст Мы создаем новый слой Он будет сероватого цвета, ну где-то вот такой вот Конечно, вы можете использовать всегда свой какой-нибудь там картинку или что-нибудь такое Но я особо это не люблю, я поставлю обычный фон Перейду в маске Rounded Restangle Tool И нарисую вот такую вот маску с округленными углами Где-то вот такую Я ее прикомпожу Это не обязательно делать, но я так сделаю Я назову это фон текста Текста Вот, и создам небольшую анимацию Нажму кнопку P Перейду, кстати, в Selection Tool Создам здесь ключик Отодвину нашу маску вот сюда вот А на секунде я ее, наоборот, пододвину в центр Либо мы можем просто нажать Открыть вот этот параметр, опять Transform и нажать Rest То есть она будет у нас вот здесь вот У нас будет вот такая вот обычная линейная анимация вылета Вот у нас будет обычная линейная анимация вылета вот этого фона Теперь нам надо создать какую-нибудь графику, которая будет здесь появляться Конечно же, я рекомендую использовать какие-нибудь 3D-редакторы и 3D-программы Чтобы создать свою графическую анимацию Хотя вы можете с помощью небольшого монтажа и клип-арта сделать какую-нибудь свою вещь Например, это часто делают на музыкальных каналах использование телефона Итак, мы создаем новую композицию Опять же New Composition Четырехсекундную Перекидываем наш телефон сюда И закрытый наш телефон Тоже сюда Но я его вверх поставлю закрытый Обрежу немножко этой части этих телефонов То есть нижний, обычный, обычный телефон Открытый, я его обрежу Ну а верхний тоже подрежу, он будет вот здесь где-то находиться Вот так будет нормально Теперь мы должны привести размер в порядок То есть я поставлю где-то вот такой вот размер Вот такой вот размер и поставлю небольшую анимацию Для начала будет у нас небольшое появление Нажмем кнопку T Создадим здесь значение Opacity 100 Где-то вот здесь А здесь наоборот 0 Поставим, то есть будет у нас появляться телефон И теперь сделаем небольшую анимацию кручения Нажмем кнопку R английская Rotation Создадим здесь ключик В появлении мы опять перейдем в инструмент Rotation И как-нибудь раскрутим наш телефон Он будет у нас вот так как-нибудь крутиться Вот, можно еще допустим там минус 3 поставить Вот, теперь что касается этого телефона Мы также приводим его в порядок То есть расставляем наши значения Размеры этого телефона То есть примерно вот такой вот Ну а здесь я сделал небольшую анимацию Можно, допустим, нажать F4 Поставить этот слой в 3D Создать новую камеру New Camera 35 линзы обычной средней Окей И теперь откроем инструмент камеры Transformer Поставим здесь ключики И будем анимировать как-нибудь нашу камеру Перейдем в инструмент камеры И будем как-нибудь раскручивать телефон Создавать эффект 3D небольшой Здесь в конце делаем небольшое увеличение То есть это право кнопкой мышки у нас Вот такого вот примерно будет у нас немного увеличения А в самом конце будет спад нашего телефона То есть обратно будет Оп, вот туда все уходить в точку И, конечно же, сделаем исчезание этого телефона Тоже выделим нижний слой Нажмем кнопку T Значение, опять же, поставим ключик Передвинем его вот сюда вот куда-нибудь А сюда внизу Последний наш ключ Мы поставим 0 То есть у нас будет телефон также Уходить вдаль Вот так вот примерно Плюс анимация Кстати, рекомендую поставить все ключи на Easy In То есть мы все выделяем все ключи Нажимаем кнопку F9 Либо правой кнопкой мышки Keyframe Assistance Easy In Так, и, конечно, мы видим здесь небольшие недочеты в виде вот этих вот белых полей Я рекомендую использовать так называемый LumaKey Effect нажимаем King LumaKey Ставим значение K-Tip на Brighter И значение Threshold ставим 250 Вот у нас белый фон убрался То же самое мы делаем с этим слоем То есть со слоем вот этой раскладушечки Нажимаем Effect И здесь у нас уже есть последний наш примененный эффект LumaKey Опять же ставим Auto Brighter И 250 Ну это, конечно, мой футаж Возможно, у вас будут немного другие значения Вот Ну, в любом случае мы получили вот такую вот небольшую анимацию Теперь переходим в основную нашу композицию Которую мы только что сделали У нас есть здесь фон И теперь открываем окно проекта И открываем наш то, ту композицию Где мы создавали наш телефон То есть композиция 4 это у меня Мы будем видеть вот такую вот анимацию Конечно же мы должны настроить размер ее Поставить чуть поменьше Где-то вот сюда еще плюс вбок Это будет все вот так вот выходить И плюс анимация картинки Вот Но и в конце мы должны тоже поставить фон Чтобы он уходил вдаль Мы нажимаем здесь кнопку P Ставим здесь ключик А в конце здесь опять ставим уход Можем скопировать этот предыдущий ключ И вставить сюда Выделяем его Ctrl-C Ctrl-C То есть нажимаем И здесь же Ctrl-V У нас будет вот такая тлиния на анимации Остается только поставить свой фон Который вы выбрали Можете поставить допустим Какой-нибудь клипчик Растянем его У нас будет вот такой вот вылет Под музыку Ну естественно текст мы сейчас напишем Он будет у нас Layer New Text Здесь мы пишем какой-нибудь Допустим там Music Или for me Да лучше Music for me А внизу Я напишу не в студии Music for me Как-нибудь растянул Сюда вот поставлю Да И теперь применим эффект Который Будет создавать нашу тень Выделим наш текстовый слой Нажимаем layer Layer Styles Drop Shadow Вот так вот Можем конечно немножко Увеличить ее значение видимости Изменив значение Opacity в Drop Shadow На 100% Вот будет поярче Ну и в принципе достаточно Можете конечно еще добавить Обводку текста Нажать layer Выделить текст Нажать layer Layer Styles И stroke Меняем цвет строк На темный На черный Изменим И размер на единицу Поставлю Будет вот такая вот Простенькая Обводка Стилизация нашего текста Также можем его привязать С помощью parent К нашему фону Чтобы он также Анимированно выходил И заходил С нашим текстом Ну и еще конечно же Рекомендую поставить В значение Opacity Потому что не сразу У нас вылетает Название нашего текста И здесь вот Видите перемежение Небольшое Это некрасиво выглядит Лучше сделать Появление текста Вот здесь Также выделяем текст Нажимаем кнопку T Значение Opacity Ставим здесь На 100 А здесь На 0 Выделяем наши ключи Выделяем наши ключи Можете нажать Edit Copy А вот здесь Допустим Где-нибудь Будет затухание текста Нажимаете Edit Test Можете конечно Все это быстрее делать На клавиатуре Правой кнопкой мышки Edit Keyframe Assistant Time Key Reverse То есть у нас ключи Поменялись местами И у нас будет Обратное затухание Таким образом У нас будет вот такая вот Простая графическая Анимация Или подпись Клипом Которую можете сделать Здесь в After Effects Вот с такими простыми вещами Теперь что же касается Вот такой вот подписи Она более продвинутая Конечно же Именно здесь Вот Она более продвинутая Сделана Стилизована Я сделал это все В After Effects Но вам рекомендую Использовать все-таки Photoshop Или Photoshop Либо какие-нибудь Другие графические программы Где вы можете Спокойно С помощью слоев Нарисовать Вот такой вот фон Довольно-таки креативный Выглядит он И теперь я расскажу Как я в принципе Все это сделал У меня есть Композиция Graph Это именно мой фон И наши Текстовые слои На них я не буду Внимание обращать И фон естественно То есть это картинка наша Итак Из чего состоит граф Граф состоит Из еще одной композиции Точнее Из еще одной композиции Двух копий Эта композиция Выглядит примерно вот так Это 4 solid слоя С масками Здесь есть отдельно маски Сейчас я выделю все слои Нажим кнопку M Чтобы вам показать Как эти маски выглядят Здесь есть 4 слоя Это слои Из одинаковых масок То есть я с помощью масок Вырезал здесь Полностью наш слой Сделал его с фоном И совместил И получилась вот такая вот Креативная вещь Которую я советую вам сделать Все-таки в фотошопе И просто переместить сюда Затем я все это дело Прекомпозил У меня появилась вот такая штука Я импортировал новый слой С вот этими линиями Перевел их сюда вниз И создал трек Мате С альфа каналом С альфа Мате Я анимировал эту дорожку Эти линии просто Создав ключи положения Этой дорожки Вот они два И еще раз я скопировал слой Поставил его вниз То есть у меня появился фон Я поставил наложение нашей дорожки На Add И поставил прозрачность 25% У меня появилось Вот такое вот наложение Своей дорожки С фоном Потому что Выглядит это Лучше намного А еще я применил эффект К этой дорожке Которая называется Glow И поставил здесь Glow Threshold Wiggle 5 к 50 Таким образом У меня на фоне Появляется мигание Этих как раз линий И создается такой Своеобразный эффект Анимации вот этого фона Но легче Сделать так Сделать фон в фотошопе Принести сюда Создать опять Альфа Матэ Канал Вместе с вашим фоном Каким-нибудь Допустим Те же линии А потом уже Перенести на вашу Графику сюда И так У меня появилась Вот эта композиция С вот такой вот штукой Я ее просто перенес сюда Также написал текст Который привязан у меня К этой дорожке Он у меня Одновременно вылетает С этим текстом Я анимировал Композицию Граф По позициям То есть С ключами Easy In Они у меня Влетают До конца И как бы Становятся на место Создается такой вот Неплохой эффект Вылета А также применил Простой эффект Перехода Venetian Blinds Это называется Это у нас находится В эффектах Transition Venetian Blinds Это обычный переход С помощью линий Так называемых Я сделал его в начале То есть вот такие вот Небольшие линии Здесь я поставил Ключик 100% А здесь 0 То есть таким образом У меня появились Вот такие вот линии С помощью которых Уходит наш текст Получилось довольно-таки Своеобразно Рекомендую Использовать И Использовать другие Эффекты Допустим Дисторта Или разрушения Полностью Этих подписей Графических Но с помощью Такой штуки Вы можете создать Вот такой вот Игроманско Подобный Игромания Подобный И подпись К вашему Как раз Клипу Итак Подытожим Вы можете создать С помощью клип-арта Спокойненько Какое-нибудь Графическое Изображение С обычным фоном Просто санимировав Его Либо создать В 3D редакторе Либо Вырезав Какой-нибудь Анимацию Вставить сюда Вы можете Сделать это Отдельно А также Вы можете Создать Фон В графической Программе Для рисования Допустим И Поставить Небольшую Анимацию Этого фона И плюс Текст Который будет Появляться Здесь Вот в принципе И все Здесь ничего Сложного Здесь только Работает Ваша фантазия Ну а умения Я показал Я показал В первой части Этого урока Также Вы можете Скачать Уже 2 готовых Проекта Из Статьи Которая Называется Подписи В мус Клипах Все это Будет Лежать Здесь Файл Проекта Который Будет Работать На Adobe After Effects 5 Версии Либо Выше Вот в принципе И все С вами был Я Админ сайта Next2Edition.ru Заходите На мой Сайт Смотрите Обновления Всем удачи Всем пока